60 тысяч людей убирают город Москву, а это не, это шудры. Вот как в Индии, да, самая низшая каста это шудры. Мы не хотим становиться шудрами, и мы не будем ими. Наша единственная возможность, ведь мы главный ресурс на предприятии, рабочие предприятия. И мы должны и обязаны прекратить это. Каким способом? Мы обязаны устроить забастовку. Наш единственный путь это забастовка. Просто остановить предприятие и перестать работать. Несмотря на простоту этого здания, там внутри, на четвертом этаже, очень большие, хорошие апартаменты. У каждого первого заместителя это не кабинеты, это апартаменты. Вы были там? Да, я был там. Я был там, и я вам могу сказать. Один стол, один стол, просто один стол, стоит дороже, чем моя квартира, в которой живет моя одетная семья. Я про что вам говорю? Это кастовое общество, расслоение, большое расслоение. И оно продолжает нарастать и расслаиваться. То есть, если уже решили, что у нас, как бы, ну, наверное, скорее всего, они не верят в то, что на предприятии, на предприятии могут люди действительно сказать, хватит, довольны, и остановить работу. И работу остановить, кстати, может только профсоюз. В прошлом году семья Бирюкова купила 9 танкаусов на общей площадью 1600 квадратных метров. 1600 квадратных на 1 миллиард 600 миллионов. С каких денег чиновник, который никогда не занимался бизнесом, сделал это? Круглосуточный режим работы, он сделан для того, чтобы выгнать максимальное количество техники, которое должно быть максимально неэффективно использовано. Мы к Орешкину, кстати, обращались неоднократно, что можно использовать технику более рационально и меньшими силами можно обходиться. Для чего это делается? Для того, чтобы с бюджета города Москвы забирать более существенные суммы. Это из той же серии, как ГЛОНАССИ. То есть выходит под видом уборки территории города Москвы большое количество техники, а потом спицуются огромные средства. А насколько эффективно люди работают, это никому не важно. Поэтому вот здесь у нас пункт социальное партнерство. Он и говорит о том, что мы должны на предприятии также принимать участие в работе предприятия. Мы нормальные люди, мы не звери какие-то. Мы хотим нормальных человеческих отношений, условий труда. Я работал в третьей автомобильной колонии, устроился 18 августа 2017 года. Отработав год, меня уволили. Мое увольнение фальсифицировали. Но до этого мы создали свободный профсоюз рабочих на предприятии и успели провести две голодовки. 17 августа мы объявили вторую голодовку, а 22 августа нас уволили якобы за прогул. Причем хочу обратить особое внимание, что уволили весь правком нашего профсоюза. Вот здесь люди, вот здесь люди проживают прямо под мостом. Коммунальщики. Люди, которые убирают снегопад в Москве, которые должны трудиться 24 часа в сутки, проживают вот в таких условиях. Мне приходит на ум только одно. Это с концлагеря. Это где-то снимали в 43-м году гетто, где людей травили в душегубках. Водители, когда уезжают на работу, они должны забирать с собой все матрасы, все вещи. То есть они должны прятать холодильники, телевизоры, куда, неизвестно. То есть должны оставаться пустые кровати. Когда придет Роспотребнадзор, они скажут, а это помещение у нас нежилое. То есть эти помещения не выдерживают никакой критики. Это все вообще-то идет от правительства Российской Федерации. Потому что сами вот такого масштаба, такого уровня течения достичь. И ничего на это никто не обращает внимания. Ну невозможно. То есть нас с 2008 года загоняли в кредиты и долги. Сейчас у нас понижают нам заработные платы, растут продукты. И еще наглым образом обманывают нас и заставляют работать сутками. А у людей кредиты, у людей семьи. Вот я сам являюсь многодетным отцом. Понимаете, выгнали из предприятия. У нас седьмая статья Конституции. Наше государство российское, это социальное государство. И мы в результате должны терпеть вот такие унижения. Я тоже сегодня надел желтый жилет. Вот посмотрите. У него автомобильная дорога, вы видите? И мне очень сейчас его хорошо носить. Почему? Потому что во Франции уже которую неделю, я не знаю, не помню. 12-я неделя, по-моему, нет? Они уже бастуют. И не дают. Уже за чего, Сербор? Из-за того, что им начали поднимать на топливо ценник. А нам не только на топливо ценник поднимать начали. Нас душить налогами начали. Посмотрите, нам не только зарплату недоплачивают и заставляют работать сутками. Нас еще душат разными налогами. У нас какие только налоги нам не придумывают. Нас рабочих людей обкладывают со всех сторон. Ты кто такой-то? Я председатель профсоюза. Я говорю, жилетку я надел, потому что мне выдали ее. Кто вам ее выдал? Вы уволились по уколбону назад. Клоун. Человек вспоминает тот момент, когда я... Вот он кто? Ну а кто? Не вы сказали, что кто? Кто он? Он нарядился во что? Вы еще раз повторите слова до этого, который сказали. До свидания. До свидания. Ну он сказал клоун, я это слышал. Я подверждаю. Я клоун, он сказал. Мы хотели не бунт организовать, мы хотели организовать забастовку. И забастовку может организовать только профсоюз. Сами рабочие забастовку организовать не в силе. К сожалению, это единственная форма протеста в нашей России. Продолжение следует...